Дети выросли. Детям нужен гаджет и любимые пластиковые игрушки стали уже не нужны. Проходя мимо мест сбора бытовых отходов, я встречаю этот пластиковый мусор очень часто. А не попробовать ли переработать весь этот детский хлам, предварительно измельчить, засыпать в экструдер не сортируя пластик и попробовать создать из него новые вещи путем 3d печати. Также я испытаю свой новый принтер на этих мусорных отходах. Зацеплю монитор к нему, да еще напечатаю кое-какие детальки для своего альтернативного двигателя, работающего на воде. Интересно тебе, а давай посмотрим все по порядку. В наше время так много мусора, что о расходниках не стоит и беспокоиться, как вы уже убедились из моего прошлого видео, когда я делал песчано-полимерную брусчатку. Привет, привет, здравствуй друг, это наверное ваша любимая рубрика, печатать вторичными материалами, сегодня я не буду работать конкретно с каким-то материалом, А попробую смешать несколько, где я взял, сейчас покажу. Как я уже и говорил, материалов на улице встречаются просто в избытке. Вот и мне попался так называемый вынос детской хаты. Как говорит товарищ Штребух, если вы знаете о ком я, здесь очень много пластикового мусора. И к большому моему сожалению, он весь разный по химическому составу. Знаю, что например у нас в городе, на сбор пластиковых пробочек, выделяются огромные деньжищи. Вроде как креативные вещи, яйца из них можно делать. Ну а почему же не производят вообще сбор тех же самых игрушек? Ведь некоторые из них можно использовать повторно и даже без переработки. Производители этих изделий забыли поставить значки, из какого пластика сделано это изделие. Или скорее всего, это сделано преднамеренно, чтобы по рост стандартам проходить. На изделии, к сожалению, вообще нет никаких маркировок. Так что пластик получится смешанным. Сейчас надо избавиться от болтов и всеразличных железячек. Шурупы я, конечно же, бережно выкручу и складирую для дальнейших моих самоделок. А вот все различные заклепки, так называемую ось, придется изъять хирургическим инструментом. Эти всеразличные железные комплектующие, могут вывести из строя не только мой измельчитель. Но и неплохо повредить экструдер, до состояния заклинивания шнековой пары. Да, и некоторые материалы я буду измельчать целиком. Думаю, в качестве эксперимента этого достаточно. Сейчас запущу свою любимую кастрюльку. Моя старая добрая кастрюлька. В ней я уже измельчал с десяток всеразличных полимеров. И все это видео ты сможешь посмотреть у меня на канале. Да, очень печально, что у меня остался последний нож. Даже не знаю, можно ли купить отдельный зип. Или все-таки придется вытачивать свой в мастерскую Владимира. Если кто видел отдельную продажу таких комплектующих, обязательно напиши мне. Ну-ка, ведь не буду. И перед измельчением элементы Лего я вытащил из кастрюльки. Так как в большинстве они сформованы из полиэтилена. А с ним у меня уже был опыт. И ничего с этого хорошего не получится. При дроблении материал нагревается почти до 60 градусов. Материал отлично измельчился. Видно, что крошка твердая. И не будет уплотняться в нагревательной камере. Как это было, например, с материалом из женских колгот. Просеиваю я ситом диаметром отверстия в 5 миллиметров. На мой взгляд, это идеальная крошка для китайского экструдера. То, что осталось, я упакую для испытания будущего термопресса. Но ведь должен же я его когда-нибудь собрать. Ну и самая моя нелюбимая часть. Это уборка после измельчения. Вы просто не представляете, сколько мелких частиц валяется повсюду. Из-за этого я измельчаю в респираторе. Так что будет еще влажная уборка. Которой с радостью займется Катерина. Полуфабрикат готов. Ох, и пластика всеразличного здесь намешана. Сейчас поставлю экструдер. Хорошо, что этот совочек не стал измельчать. Пригодился. Теперь буду постоянно им пользоваться. Ну в общем да, игрушки неплохо экструдируются. Сегодня я не буду ставить стол протяжки. А доверюсь гравитации, потому что предварительные результаты Себя показали неплохо. Запущу вентиляцию на полную. И обязательно надену средства химической защиты. Многие меня спрашивают, а почему же ты на бомжек струдере не давишь филамент? Ребятки, там очень длинная шнековая пара. И когда у тебя всего 100 грамм материала, то лучше воспользоваться китайцам. Так как и по диаметру, и по длине шнековая пара намного меньше. А значит и материала крошить не нужно целый килограмм. Но пластик давиться будет еще долго. И что-то мне скучно. А может быть поюзать одну из игрушек? Это радиоуправляемое детское чудо мне попалось на том же месте сбора бытовых отходов. Попробую запитать литиполимерными аккумуляторами из убитых электронных сигарет. Кто-то наверное удивится, а откуда у меня столько электронок? Я уже показывал в своих видео, как сделать контейнеры по сбору. Так что тоже советую посмотреть. Занимайся серьезно сбором. Знакомые тебе десятками будут отдавать данные гаджеты. Короче на машинке зацепил два аккумулятора параллельно, а в пульт просто впаял. При разряде все это дело можно будет заряжать. Подцепив крокодилы. Более-менее целые игрушки я не стал ломать. Попробую раздать их малолетним бандитам во дворе. Да, что-то я отвлекся от темы. Давайте покажу одним планом, чтобы потом никаких вопросов не возникало. Ой, ты наверное купил филамент в магазине и размотал его. А попробуй-ка взять свою катушку и вот так выпрямить большое кольцо, которое лежит у меня на полу. В общем, думаю пора останавливать экструдирование. Судя по кольцам, получил я около 100 метров филамента. Авария была только один раз. Видать попался какой-то грязный кусок. Диаметр немного плавает от 1,7 до 1,77. Но думаю это не особая проблема. Бывало и намного хуже. В общем, хотел тестировать филамент вот на этом малыше. Ну а что мне печатать-то на старее? В общем, друзья из компании King Rune подогнали мне свой очередной станок из линейки 3D принтеров. Для того, чтобы я его ушатал своими экспериментами. Обзывается такой компактный станок King Rune KP3S Pro версии 2. В комплекте есть все для полного счастья. Инструкция записана на флешку, но она мне не понадобится. Так как думаю, что соберет эту модель любая домохозяйка. Не говоря уже о наших продвинутых детях. Короче, делай раз. Крепим направляющую оси Z. Делай два. С легкостью крепим винт. Ну и завершающая стадия. Делай три. Подцепляем экран. Самым сложным здесь оказалось выровнять магнитный стол. Все настройки печать можно осуществлять не только с помощью этого маленького экрана. Ну и через веб-интерфейс. По-моему, клипер называется. Все это безобразие подключается через Wi-Fi. Но я привык печатать через съемные носители. Скажем так автономно. Вы только посмотрите, сколько входов на этом аппарате. Не понимаю, зачем тут HDMI. Но я попробую воткнуть в него монитор. Ремни вроде нормально натянуты. Так что попробую напечатать с коробки. О всех плюсах и минусах этого принтера я вам тоже не буду рассказывать. Смотрите 20-часовые рулоны на других каналах. Так что разогрею стол и сопло. И попробую продавить филамент. Скажем так, тест в полях, а не на бумаге. Вообще никаких проверок делать не буду. Просто вставлю USB-ку и на печать. Стол должен автоматически выровняться. Ведь у него же индукционный датчик стоит. Ну наконец-то появился человеческий USB-вход. А то я запарился с microSD-картами бегать. Я еще раз повторюсь, никакую калибровку стола я не делал. Ну не так же просто индукционный датчик стоит. Конечно, есть тут опция полной калибровки стола. Я ее сделаю, когда что-то более-менее большое буду печатать. Ну вроде пока, все отлично печатается. Запах чем-то похож, когда печатаешь АБС. Покажу видео одним планом, что я печатаю именно тем филаментом, который надробил из выброшенных игрушек. Очень редко получается запуститься мне с первого раза. Это тестовые диски 1 на 2 сантиметра. И печатаю я их для того, чтобы посмотреть. А вообще, хоть что-то можно напечатать из того пластика, с которым я экспериментирую. Из некоторых даже диск невозможен. Скажем так, самый простой тест. После него нужно было бы печатать тестовые кубики. Но сегодня обойдусь без них, кораблик все покажет. Традиционная проверка стресс-тестом? Да, у меня нет специализированных стендов. Как у некоторых товарищей, которые посвящают видео именно тестированию филамента. Но лично для меня и этим тестом можно выяснить, куда же применять в будущем такой полимер. Например, вот этот тип не ломкий, не разлетается как стекло. Я бы сказал, неплохо амортизирует. Да еще и классно скользит. Так что печатать из него можно шестерни, либо детали, которые требуют небольшой гибкости. Ну а теперь протестирую этот филамент, что касается спиральной печати. Да, у меня уже целая коллекция этих так называемых ваз или стаканчиков. Как вам угодно. Наверное, больше 10. Печатал я из автомобильных фар, 50-летнего пластика с атомного реактора, из окон ПВХ, виниловых пластинок, лентой от ВХС-кассет. Детали из него получились очень классные, магнитные. Если тебе интересно и не видел все эти эксперименты, да забеги на канал и посмотри. Если не найдешь, из чего бы я еще не печатал. Заодно и оставишь букву под видео. И я обязательно поюзаю этот мусорный полимер. Полимера для испытаний я натянул очень много. Так что давайте напечатаю ваш любимый корабль Бенча. Пользуюсь я старенькой 15-й курой. Но не нравится мне новая версия. Как, что ты думаешь по этому поводу? Если я не ошибаюсь, в новых версиях идет более продвинутая нарезка моделей. Оптимальная траектория движения сопла. Ну и конечно же, думаю, что много других вкусностей. Расскажи буквами под видео, какие ну прям неоспоримые плюсы в новых версиях. Единственное, пока что я заметил, в новой версии код весит больше в мегабайтах. Да еще и время увеличивается. За весь свой опыт печати на 3D принтере, это второй мой кораблик. Я понимаю, что на нем смотрятся все косяки печати, крышки, перекрытия, арки и прочая шалупонь. Ну мне жалко портить пластик. Уже на тестовом диске известно, а можно ли им печатать. Так что печатаю я в основном уже нужные вещи. Ну вот, пока воду лил, ваш любимый кораблик отпечатался. Не идеально, конечно. Ну и очень неплохо. С самодельным-то филаментом. Мне еще кое-что надо печатать, но мне не дает покой вот этот HDMI вход и кабель-то к нему подходит. Интересно-интересно, для камеры что ли. А давайте-ка попробуем прикрутить к нему моник. На нем логотип появился. Может быть еще и какое-то меню выйдет. Предполагаю, что это интерфейс клипер. Слева очень интересные иконки. Проглядывается как сетап, так и редактор какого-то кода. Офигеть! Может еще мышь с клавой ватнуть в принтер? Конечно, это утопическая идея. Возможно тут зацепляется монитор с сенсорным управлением. Или все это управляется вообще через веб-интерфейс. В данный момент получается, что я могу только наблюдать за данными. На клавиатуру или мышь, к сожалению, не реагирует. Но цифры когда меняешь на принтере, на мониторе тоже меняются. Давайте я продолжу печатать уже вещи, которые нужны мне для моих будущих экспериментов. Поставлю пока печататься кое-какой механизм для моих куриц рабов. Если тебе будет интересно, сколько этот принтер стоит, что там с ним еще есть в комплекте. Да и другую информацию о доставке, например. Ты сможешь посмотреть, перейдя по ссылке снизу. Да еще по ней тебе скидочку дадут. В общем, мне этот станок и понравился, и разочаровал. Тем, что, например, скорость обдува не регулируется. Да еще есть кое-что, но об этом поговорим в самом конце видео. А вот и первая проблема печатью самодельным полимером. Засор сопла. Ну а как ты хотел, пластик-то с помойки. Я воспользуюсь временной прочисткой, а именно инструментом для иглоукалывания. Нет, это не выход. Нужно снимать сопло и прочищать его нормально. Но мне же надо допечатать. Ну вот, с горем пополам что-то и напечатал. Таким филаментом нужно печатать сопло с диаметром 0,8 миллиметров, чтобы вся грязь с легкостью пролетала. Настало время протестировать одну из моих рабочих куриц. А точнее, ваших, ребята. Ведь я их купил на ваши донаты. Огромнейшее спасибо, что даете воплощать мои дурацкие идеи в реальные эксперименты. Из-за этого пока еще и есть желание что-нибудь снимать. Ну и конечно же, спасибо за подписку. Монетизации в русском сегменте нет. Если ты еще не подписался, то сейчас сама то. Это и будет твоей благодарностью мне. Короче, я собираю не какой-то вечный двигатель, как сейчас некоторые начнут возмущаться. А схему, работающую на минимальном количестве воды. Эта конструкция работает за счет изменения центра тяжести, давления и температуры испарения. Этих игрушечных утят я буду использовать только в качестве наглядного эксперимента. КПД у них будет практически нулевое. Я хочу выяснить, а стоит собирать другие схемы данного типа движителя. Уже в полномасштабном, например, двухметровом исполнении. Ну естественно, в большой конструкции уже не будет использоваться дебильный детский утенок. Сейчас отстрою схему и покажу, сколько эта контора отработает на 5 миллилитрах воды. Ну в общем, вот таких 10 рабочих куриц будут у меня что-нибудь вращать. Давай сразу не гуди, а предлагай, как еще можно разместить. Я планирую вот так. Давайте попробую объяснить, если получится. Короче, курицы будут стоять по периметру зубчатого колеса. Работу утенок совершает, отклоняясь градусов на 80. С центральным колесом он будет соединен конической шестерней. Тем самым немного проворачивая ее в обратном направлении. К сожалению, утенок будет совершать работу в холостую через храповый механизм. Всего на 5 миллилитрах эта контора может отработать сутки. Представляете? Я знаю, что у вас гениальные головы. А давайте вместе продумаем оптимальный механизм снятия энергии с этой модели. Телеграмм, ватсап, рисую на бумаге, записываю аудио сообщения. Как тебе угодно. Оставлю ссылочки снизу. Ну а сейчас давайте расскажу о косичках этого принтера, которые мне попались. В общем, после печати я решил снять и прочистить сопло так, как требуется. Зачем крышку открывал, непонятно. В общем, я впервые вижу такой нагреватель. Hot tent, как вы говорите. Вроде тут уже и термосопротивление встроенное. Разогрев сопло, здесь, кстати, еще и драйвер прямо на башке стоит. Я с легкостью почистил и вернул назад. Но когда своими косыми руками откручивал, передавил нагреватель. Вот она трещина, слегка видно. У меня же кривой филамент. И заметил, что иногда колеса не могут его впихнуть. Разобрав, мне открылась вот такая картина. Для заводского филамента это, наверное, прекрасно. Но для моего самодельного, они просто не вгрызаются в материал. В общем, я нажалился в компанию Тинкрум. А что у вас hot tent такой дохлый? Я не выставил мне пару штук бесплатно. Большой респект и уважуха вот этим ребятам, которые помогают мне денежки на мои будущие самоделки. Ну куда же я без вас. Но я с вами не прощаюсь. Главное не болей и храни тебя Господь. До встречи, дружище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова